Вставай, Бессмертный полк, на зов песенной души. Общество. 30 апреля 5. Вставай, Бессмертный полк, на зов песенной души. Может быть, это безудержное наступление весны или приближающиеся красные праздники, только запел наш народ, и не какие-нибудь современные побрякушки, а родные советские песни. В начале марта в Доме композиторов состоялся невероятной пощедрости, в смысле насыщенности программы, концерт из произведений Бориса Андреевича Макраусова, 110-летие со дня рождения которого было отмечено с поистине советским размахом, 20 песен, одна лучше другой, в исполнении Гарьковчан, земляков-композитора. Какое это было счастье! На два часа мы вернулись в родной Советский Союз, да и сами артисты признались, что побывали там вместе с нами. А через неделю новая радость, в Московском театре на досках выступила рок-группа «Моторола» вокалист Илья Саутов. Я не поклонница рок-музыки, но данное выступление было действительно нашим ответом Чемберлену. Патриотическая направленность песен, их гражданское звучание нашли полный отклик у слушателей. Особенно запомнились песни Брестской крепости и 28 панфиловцев, своеобразный отпор клеветническим измышлениям о подвиге героев. Так бывало не раз. В самый тягостный час. Полк бессмертный. Спешил на защиту. Загораживал нас. Весенний песенный вал шел по нарастающей, и подтверждением тому стал хоровой фестиваль «Вставай», бессмертный полк, прошедший во Дворце культуры Майскворечи. В нем участвовали 14 хоровых коллективов ветеранов Москвы и Подмосковья. Тон празднику торжественно строгий задали гостеприимные хозяева, руководители Ирина Гомбарова. Их первая песня «Довоенный вальс» Павла Аданицкого на стихе Феликса Лаубе прозвучала камертоном святой памяти о жизни, безжалостно обрушенной войной, «Все еще живы, все, все, все». Вторая песня «Ты же выжил, солдат». Владимир Амигули на стихе Маргариты Агашиной была пронизана тем мудрым сочувствием, что необходимо души после стольких потерь. Посмотри же, солдат. Эта юность твоя. У солдатской могилы. Стоят сыновья. Песня о Сталинграде Бориса Макраусова на стихе Василия Лебедева-Кумача в исполнении хора ветеранов войны и труда Дворца культуры Содружества, руководитель Михаил Ковшарь, подхватил эту героическую тему, приобретавшую из каждой новой песни все более разнообразные оттенки. Как удивительно прозвучал солдатский вальс Никиты Богословского на стихе Владимира Дыховичного в исполнении мужского хора победитель Московского дома ветеранов, руководитель Сергей Соколов. Перед нами стояла сама история, сверкая иконостасом медалей и орденов, тем более что солировал участник Великой Отечественной войны Владимир Никогдин, поразивший своим голосом, и выправкой настоящий солдатский запевала. Зал буквально внимал каждому пропетому слову и верил песне клятве Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Никто не забыт». И, будто подхватывая эстафету времени, прозвучал голос послевоенного поколения. Именно так ощущались песни на стихи Роберта Рождественского за того парня Марка Фроткина и «Огромное небо» Оскара Фельдсмана в исполнении коллектива «Серебряный звон» культурного центра «Авангард», руководитель Жанна Тышкова. Но не только этими песнями был отмечен фестиваль. Его участники исполнили и несколько классических произведений, требующих известного мастерства и отваги. Запомнились «Венецианская ночь» Михаила Глинкина стихи Ивана Козлова в исполнении камерного хора ветеранов ансамбля песни и танца «Верные друзья», руководитель Нина Межевых, марш за Перетой и Огана Штрауса «Цыганский барон» в исполнении хора ветеранов «Войны и труда» Московского центра культуры и искусства «Меридиан», руководитель Елена Ульянова, а также знаменитый хор «Ты прекрасна», «Родина наша» из оперы Джузеппе Вердина-Бука в исполнении народного коллектива Химкинского дворца культуры «Родина», руководитель Алена Гофман. Но наибольший успех выпал на долю группы братино-ветеранов мужского хора «Мифи», руководитель Юрий Корнилов. Вышли на сцену пятеро мужчин в плащ-палатках и пилотках и спели «А капелла», старую казачью песню «Не для меня гром аплодисментов», а затем исполнили под гитару гимн выпускников «Мифи», музыка Анатолия Гоночки, стихи Анатолия Рукавишникова, легендарного института, созданного в конце 1942 года, во время жестоких боев под Сталинградом. Называлось тогда это учебное заведение «Московский механический институт боеприпасов». Своё нынешнее название получил в 1953 году. В разгар войны. Подгрохот канонады. Рожден предвестник. Славного «Мифи». Чтоб новые творить. Б. Заряды. Стране советской. Физики могли. Родной «Мифи». Войной опаленной. В борьбе за мирный атом. Томская область. Томская область. С самого начала возникновения этого движения, как только услышал кричалку «Спасибо деду за победу», писал, что это движение придумано властью, плотно ею регламентировано и служит её целям. Им нужен такой абстрактный, совершенно де-идеологизированный, деполитизированный, но страшно героический дед, который без всяких коммунистов, без Сталина и полководцев схватил дубину и бросился, как правильно пишет Замлелова, защищать свой огород. Наша власть стремится зачеркнуть историю, заставит народ забыть великую страну и её великие дела, поскольку сама ни на что не способна. То, как власти взяли под свой контроль и проводят сейчас как свою акцию, лично у меня вызывает чувство отторжения. Это уже далеко не душевный порыв людей, объединенных одной идеей воздать должное защитникам Родины, а заорганизованное мероприятие, зашаренное чиновничьими установками. Власти испугались, что эта инициатива примет как раз про советский характер и поспешили перехватить инициативу, направив её в некое поминальное русло. А такими помпезными шествиями, как мне кажется, совершать таинство поминовения близких людей просто неприлично. Поэтому сам не участвовал в этом мероприятии, перешагнувшем в разряд очередного шоу, и не намерен участвовать впредь. Когда-то, в годах так, в 1972-1974 годах, был у Большого театра, там собирались бывшие фронтовики. Ещё моложавые, здоровые, в форме всех видов и родов войск, на солнце награды буквально сверкали и звенели. На кустах сирени были наколоты тетрадные листки с фамилиями фронтовиков, которых разыскивали, с номерами частей, кораблей. Вот эта память, живая и вечная. А бессмертный полк Вазелевс. Именно об этом я и говорила после того, как Путин вписался в первый ряд шествия около самой Красной площади. Я тогда возмутилась тому, что люди из шествия не устроили вокруг него зону отчуждения, если ни на что другое духу не хватает. Снова и опять электорат Путина поверил в мифический левый поворот ельцинского ставленника, одобренного американцами. Недавно мы узнали об этом из публикации рассекреченного материала в Советской России. До этого из высказываний самого Путина мы узнали о том, что он категорический противник советской власти и Сталина. А также именно он архитектор-дизайнер упаковки Мавзолеевой и Ленина в разноголубенькое одеяние и Дриколе во время празднования Дня Победы. Это же Путин поддержал якобы предложенную неким Федотовым десталинизацию страны. Целый комитет создали для работы по десталинизации, который очень скоро ликвидировали за ненадобностью. Из бессмертного полка, как и с драпировки Мавзолея, сделали декорацию для белой и пушистой власти. А как меня корили, когда я писала, что не верю в чистоту этого движения после появления в нем Хоругви с крестами и Путину. Вас одумаю, что комментатор Вак прав. А объединение предателей и предавших дело защитников Советской Родины с сохранившими боли память о разрушенном СССР, идущем вместе в колоннах бессмертного полка, помогает по советской власти проводить свою антинародную, антисоветскую политику в жизнь молодежи и аполитичного населения на всем пространстве бывших союзных республик, затушевывая и извращая весь советский период истории страны. ЗВФДХПР Церкви не запрещено организовывать и проводить крестные ходы с иконами, Хоругвями. Победившие фашизм святые не только для родных и близких, но для всего народа СССР. Я не Иван. Я сын Ивана. На Иванах Русь держалась. И свое родство я отождествляю с родством защитников Отечества, ибо их объединяла одна, не только близкая по духу, но и сроднившая их цель, победа. Рядовые, офицеры, генералы, маршалы воевали и погибали не только ради жизни родных и близких, но и земли, на которой они жили и живут и которую сейчас целенаправленно сдают врагам, дорвавшиеся по протекции до власти без боя. Это предательство со стороны детей и внуков рвущихся и дорвавшихся до власти памяти ушедших. Почему знамена, овейные славы побед и орошенные кровью защитников, в памяти назидания потомкам запрещают показывать даже в день победы. Победы народной, в которой ни один из запрещающих не принимал участие, но готов продать все и вся ради удовлетворения своих далеко идущих амбиций. Таковы же мы, избиратели, привели во власть. Кому мы доверили свои жизни, если те, кому доверили, гагача, плюют в доверившиеся им души. Идея бессмертного полка родилась в Томске. Впервые бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 штамичей. Его инициаторами стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Как видим, эта инициатива народная. Власти быстро поняли, что на этой народной инициативе можно подзаработать авторитет и всячески это движение стали поддерживать, оказывая помощь в печатании портретов. И незаметно стали возглавлять его. Ну а теперь решили избавиться от излишней инициативы и самодеятельности народа. Куда это годится носит портреты маршалов Победы, знамена Красная И, а ужас, портреты самого Сталина. Так что советы некоторых, чтобы КПРФ отказалась участвовать в этом мероприятии, на руку только правящему режиму. Наоборот, надо активнее участвовать, отстаивая право народа на советскую символику и несение портретов творцов Победы, полководцев и генералиссимуса. Григорий Н.К. Анчурова Субтитры создавал DimaTorzok